Бесероплетение Бесероплетение известно еще со времен египетских фараонов. А сегодня такие изделия ручной работы стремительно набирают популярность среди молодежи. Здравствуйте, меня зовут Анна Станиславовна. Наш кружок называется «Веселые петельки». И сегодня мы будем делать с ребятами колечки. Проволока, бисер и, конечно же, хорошее настроение. Для создания аксессуара понадобится минимум материалов и максимум вдохновения. Вы решите, какого цвета у вас будет колечко, цветочек, сам цветочек. То есть, если, например, желтый цветочек и белая серединка, набираем один белый и девять желтеньких бусинок. Соединяем в крестик, когда руки идут навстречу друг другу. Это соединение крестик. Мы уже с вами такое проходили. Вот так, навстречу друг другу. И соединяем в первых трех бусинках. Далее работаем по той же схеме. Семь бисерин цвета, который вы выбрали для лепестка. И одну бисерину цвета сердцевина цветка. Всего должно получиться пять лепестков. Далее мы делаем последний лепесток цветочка. Шестой лепесток цветочка. Две бусинки на правую руку, две бусинки на левую руку. И соединяем в одной. Смотрите, теперь мы делаем для нашего колечка вот такой стебелек, который будет обхватывать наш пальчик. По размеру нашего пальчика. У каждого свой размер пальчика. И делаем, набирая бусинки. Две на правую, две на левую руку. И в одном соединяем. Не забывайте примерять изделие, чтобы получить кольцо нужной длины. Наш стебелек мы присоединяем параллельно к прошлому, которому мы делали начало. И опять соединение у нас в крестик. Цепляем за лепесток, за лепесток цветочка. Создавать украшение из бисера может как опытная, так и начинающая рукодельница. Главное запастись терпением и нужными материалами. Вот наше кольцо готово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин